Мира идет хорошо. Чем старше я становлюсь, тем мудрее становлюсь. Но в реальности, по-моему, я такой же самый. Просто люди думают, что ты мудрее становишься. И тогда позитивное отношение. Так что хорошо. И, как я уже говорил вчера, мне нравится быть в Одессе. И это не из-за города и не из-за погоды. Я живу в Калифорнии на пляже, так что у меня погода хорошая. Поэтому я сюда не приезжаю получить солнечные ванны. И в течение своей жизни я говорил, наверное, в больше 70-80 странах. И в некоторые страны я возвращаюсь и возвращаюсь снова и снова. Даже не могу посчитать, сколько раз я возвращаюсь туда. Но есть несколько мест на всей земле, которые Бог мне говорит, тебе надо сюда возвращаться, приезжать. И Он обращает мое внимание на эти места. Значит, это знамение от Господа для меня. И это не потому, что я хочу здесь быть, или не потому, что я не хочу здесь быть. Но это гораздо больше, чем это. Это знамение от Господа. По-моему, это 16-я моя поездка в Украину. И я хочу сказать вам, я вас благословляю. И в Божьих глазах у Бога есть особая цель для вас. Потому что это пути Божьи. И цель для Украины и для народа Божьего в Украине, она еще не явлена в полноте. Она все еще грядет. И вы должны приготавливать самих себя. Потому что Бог не мыслит как человек. И Он не делает вещи таким образом, как мы ожидаем, что Он будет делать. Кто из вас знает, что Богу нельзя свои планы говорить? Ну, что вы не укажете Богу свои планы? Когда мы были духовно помоложе, мы думали, что таков смысл наших молитв, диктовать Богу планы. Ну, молитва — это я Богу на день даю инструкции. Правильно? И мы так не говорим, конечно, вслух, но в наших сердцах мы так думаем. И потом мы говорим Богу о том, всем, что Он не знает. Долгие объяснения. Когда Иисус сказал, Он говорит, молитесь коротко, немногословно. Он говорит, молитесь кратко. Кто из вас может сказать, я могу молиться кратко? Богу не нужны долгие молитвы. Но Бог знает наши сердца до того, как мы даже говорим. И поэтому, когда Бог что-то творит, Он мыслит по-другому. Поэтому иногда сложно следовать за Ним и понимать Его волю. Потому что мы хотим сначала все понять, чтобы потом мы могли что-то делать. И Иисус говорит, доверься Мне и следуй за Мной. Он говорит, я знаю будущее, но я не собираюсь тебе все говорить. И апостол Павел говорит, мы знаем отчасти, да? И в течение всей вашей жизни вы будете знать отчасти. Настенька, там видео прямо за тобой. Поэтому я вам говорю, шалом всем, друзья. Шалом вашему сердцу. Будьте в покое, будьте в мире. На сегодняшний день я 41-й год нахожусь в полновременном служении. 41-й. 41-й год. Хлопайте Господу, не мне. Хлопайте Господу, не мне. Right? Это благодать Божья. Потому что мне Гейтвей Чёрч не платит зарплату. Понимаете, о чем я говорю? Это хорошая вещь. Аллилуйя. Я бы думал, что это было бы замечательно, если бы Гейтвей платила мне зарплату. Но Бог всегда меня ведет другими путями. И в люди вас Он будет вести различными путями. И это будет делать вас некомфортно, чувствовать некомфортно. И Оно будет кидать вам вызов, чтобы вы доверились Богу. Чтобы вы следовали за Иисусом, чтобы вы следовали за Ишуа. Если вы будете следовать за Ишуа, вы никогда не будете разочарованы. Согласен, могут быть моменты в жизни, когда вы захотите совершить самоубийство, и будете страшно разочарованы. И думать, что вы с ума сошли. Вы можете находиться в страхе. Но Бог всегда приходит. И дает то, в чем у нас есть нужда. Поэтому, перед тем, как я начну свое послание, я хочу дать ободрение вашему сердцу. Позвольте мне сказать кое-что. Жизнь — это нелегкая штука. И когда Бог вас ведет отличающимся путем, это становится еще сложнее. Но Бог-то верен. И надо следовать именно за Ним. Надо доверяться именно Ему. И нету формулы для успеха. Нет никакой американской системы, которая бы подошла всем. Да, Бог благословляет Америку, и это правда. И многие хорошие вещи для Царства Божьего, они вышли из этой страны. Это правда. Я с Голландии, Нидерландов. Мы любим играть в футбол ногами. В Америке футбол играют руками. Мы делаем это по-другому. Но, к сожалению, сейчас в Нидерландах не так хорош футбол. Но я научился от Шварценеггера. Я вернусь. Все терминаторы смотрели. Итак, Украина на сегодняшний день немножечко внизу. Но вы вернетесь. У вас хороший футбол. Но что я вам хочу донести, что цель для Украины, Богом, она еще не открыта в полноте. И я верю, что Бог избрал вашу нацию. Чтобы вы были огромным благословением для всей Европы. И в грядущие дни, в ближайшем будущем, Бог будет изливать Свою благодать на вас невероятным образом. И Бог будет использовать вас очень особенным образом в Европе и даже дальше. Потому что Господь не мыслит так, как мы с вами мыслим. И давайте помолимся перед началом. Отец, мы принимаем Твое Слово. Вы можете стоять, сидеть, как угодно. Но, Отец, мы принимаем Твое Слово. Я благодарю за украинцев Тебя, Господь. И я соглашаюсь с ними сегодня. Чтобы цели Твоего Царства вышли вперед. Чтобы всякое призвание, чтобы всякая цель для этих людей восстали, поднялись в них. И смирение с великой властью. Боже, чтобы Ты их использовал, их для нации. И чтобы они были благословением для всей оставшейся земли. Аминь. И сегодня мы поговорим о том, как иметь общение с людьми, контакты, строить. В том смысле, если они хотят за вами следовать. Если они хотят быть учениками. Вы подумайте, Иешуа не ходил по-другому, ученивая и делая вещи в таком способе. Вы должны делать это, вы должны делать это. Мы, конечно, можем подумать, что Иешуа ходил туда-обратно по всем местам и делал учеников и говорил, так, вот тебе надо начать делать это, а тебе надо начать делать это. Но он вел себя по-другому. Он был другим. И самое важное, что я хочу сказать вам, вам надо отличаться, быть другими. Если вы хотите делать служение. Если вы попытаетесь быть, как кто-то другой, это нереальность, это неправильно. Это только имитация, что делает кто-то другой. Но это не вы. И нет системы делания чего-то, что сработает для вас. Чьей-то системы, которая сработает для вас, потому что Бог вас сделал уникальными. Если вы хотите иметь контакт с миром и достигать его, вам, во-первых, надо изучить, кто вы. Исследовать, кто вы такой. И чем больше вы поймете, кем вы являетесь, тем больше влияния и вложения в мир вы сможете сделать. Потому что Бог призвал тебя достигать мир. Что это означает? Когда Бог творил вас, Он сотворил вас уникальными. Вы не были рождены в 100-м году. Вы рождены сегодня. До Рождества Христова вы рождены сегодня. Вы того пола, каким вы родились. Если вы мужчина, то вы не женщины. Поймите, что вы были помещены в свое тело, в свою семью, в свой город, в свою страну, там, где вы должны были быть, и в свое время. И у Бога нет никого подобного вам. Я повторюсь, я повторюсь, у Бога нет никого такого же, как вы. Никогда, нигде не будет другого вас. И никогда не было такого, как вы, до вас. Значит, если ты уникален, и ты здесь сегодня, значит, для этого есть цель. Есть план, есть дизайн особый. И это даже не ставится под вопрос. И не только это. И у Бога нет одного, и Он захотел еще одного. В другом смысле, Бог хочет именно тебя. Именно такого. Чтобы наслаждаться. Тебя. Он не хочет еще кого-то. Он выбрал тебя. Он хочет тебя, такой, как ты есть. Когда-нибудь так о себе думали? Что Бог хочет наслаждаться вами. Может, Он хочет иногда смеяться над вами. Иногда улыбаться, так как мы делаем это с нашими детьми. Иногда мы злы на Бога. А как вы думаете, Бог злится в ответ, когда мы на Него злимся? Думаете, Он обижается? Нет. Он просто смеется над всем этим. Бедненький ты мой. Через пять лет все будет в порядке. А мы такие, нет! Он говорит, ничего, ничего, ничего. Через десять лет будет порядок. Понимаете? Бог, Он не наш слуга, не прислуживает нам. И Он не делает все, чтобы сделать вам комфортненько. Но Он сотворил вас для цели, для которой сотворил. И вы такие соответствуете этой цели. И это гораздо важнее для Бога, чем просто сделать вас счастливыми. Конечно, любой папа наслаждается, когда его дети радуются и имеют улыбки на своих лицах. Но добрый отец, он больше, чем это. Он задумывается о развитии своего ребенка. Итак, как же нам соработать с людьми, достигать людей? Как нам соединяться с ними, строить отношения? Мы должны сначала знать, кто мы. Когда люди начнут видеть, что вам комфортно с самим собой, и что-то есть в этом такое притягательное, что будет привлекать людей. Оно просто будет привлекать к вам людей. И это очень важно. Когда вы говорите о том, кто вы, и это комбинация определенных вещей. Если вы будете составлять список, давайте я вам его дам. Итак, первое — это семья, в которой вы были рождены. Хотя, может быть, вы не были рождены в семье, может быть, вы сирота. И это тоже Божий план был. Для этого была причина, для этого. Поэтому не проклинайте свои семьи. Может быть, вы рождены были в очень сломленной семье. Я был рожден в такой надломленной семье. Мой отец имел столько проблем, что он, в принципе, отцом никогда не мог быть. Он мог думать только о себе самому. И моя мама только могла думать, как его держать от себя встанно, и воплощать, и держать все спокойно, и спокойно. И моя мама, все, что она делала, это пыталась его оградить от взрыва его эмоций, от гнева, и пыталась все сохранить в покое и в тишине. И сейчас, смотря на самого себя, я понимаю, что я сын своих родителей, у меня есть прошлое. И я нес в себе эту надломленность и достаточно много гнева, а я был ранен. Но все это пошло во благо. Потому что я смотрю сейчас на мою жизнь, сорокалетний стаж служения полновременного. И кого Бог привел ко мне? Они были злые. Они были ранены из гнева. Они были одинокие. Они были те, о которых забыли все. Аллилуйя! Понимаете? Даже то плохое, что ранило вас и принесло боль, это то, кем вы являетесь. И Бог знает и это. А потом из всего этого Бог творит что-то доброе. Аллилуйя! Может быть, у вас потеря была в жизни. Я знаю людей, которые теряли детей. Что может быть больнее этого? И можно спросить, где же был Бог? Бог прямо там. И если вы по-настоящему обернетесь назад, вы можете признаться, что это было самое лучшее, что могло случиться в вашей жизни. Потому что у Бога свой вечный план даже для этого ребенка, которого сейчас нет. Но у Него также есть что-то лучшее и для вас. Потому что Он видит всех этих раненых людей, у которых были великие потери в их жизнях, кто страдал и был ранен. И вы будете теми, кто принесете им надежду и жизнь в их жизни. Это через вашу боль, через ваши страдания. Это часть того, кто вы являетесь, кем вы являетесь. И я так думал, что если я буду духовно зрелым, то у меня никаких уже страданий не будет и проблем. И никаких искушений больше не будет. But I'm getting too old to be tempted much anymore anyway. You know what I'm saying? You know, I see other people go to the bar and drinking. I'm like, ah, I'm too lazy. You know, I just go read a book. Where when I was younger, it was like, oh, that sounds exciting. Where is everybody doing? I want to go. Because I want to do bad things. You know. Where is the energy? Something happening. Right? Maybe not in the Ukraine, but if you admit it, where I know this is the way. So you have to know who you are. So if you're taking notes down, you have to write down, you have to say, what is my story? So if you're taking notes, you have to ask me, you have to ask me, what is my story? When God created you, he also gave you a story. And your story is different than anyone else. So when you talk to people, what should you talk from? When you're talking to people, you have to understand, what is your head? Your head? Or from your heart? Or from your heart? From your story? That's where your authority is. That's where your authority is. That's where your influence is. That's where your influence is. That's what God breathes upon and brings life. That's what God breathes upon and brings life. So if you're a pastor or a teacher, it has to come out of your story, your life. I used to think I was supposed to be a pastor was meant to have a Bible school at church. I used to think that I was supposed to have all the, like a Bible school curriculum at church. That just bores people. All the information I've learned that I think is interesting, I'm going to tell about this Shabbat. They don't want to know. They don't want to know. They don't want to know. That's what I've learned. I like it. It helps me and it's good. It's good to study. I like it. It's good to study. Мне понравилось все эти знания. Хорошо изучать все. But people want you to speak out of your life. But people want you to speak out of your life. What's real. Good, bad. Success, failure. Let the truth of God's word come out of your story. Who are you? Пусть истина будет выходить из вашей истории, из того, кто вы есть. И пусть Бог использует это. So you can then say, as a spiritual law, everything reproduces after its own kind. This morning, my hosts, where I'm staying, they're very surprised because they have a little chihuahua dog. And when people come by, the dogs are like You know, little dogs bark the most, right? So a guy came in to pick us up from, I was late for coming here, and so the dog's barking at him. и приехал водитель, чтобы забрать нас в город уже везти, и собака выбежала и начала гавкать. И когда я вышел в эту комнату, собака, бегая, крутя хвостиком, подбежала ко мне вот так вот прям именно ко мне. А люди постреляли на меня. И говорят, а что собака не лает на тебя? А песик подбежал ко мне, как будто я самый лучший его друг в мире. Потому что вчера я собаке колбаску дал. Они думали, что у меня магия какая-то, собачья. So if a chihuahua breeds with another chihuahua, do you get a German shepherd? This is German shepherd. This is German shepherd. It's my German shepherd. Right? Does a chihuahua make a German shepherd? No? No. No, it's not possible. No picture. Oh, well. Красивая собака, хорошая собака. Okay. Maybe he's here. He was in the dirt. Он, у него грязный нос ковырялся в земле, пес его. So what are you going to produce with your life? Итак, что вы произведете в своей жизни? How is God going to use you? See, the more you discover who you are, the more free you become. Тем более свободным вы станете. You're going to reproduce you. You're not going to reproduce somebody else. Вы не произведете кого-то другого. And that's the big mistake we make in ministry. See, we see someone do something and it's working, it's going good. And we say, well, I will do it the same way. Мы видим кого-то, кто делает что-то, и это хорошо, и мы думаем, о, это работает, я сделаю точно так же. And then we're disappointed, we're discouraged, it doesn't work, and we say, what's wrong with me? И потом у нас это не срабатывает, мы расстраиваемся, разочаровываемся и говорим, что же неправильного со мной? We can learn from each other, мы можем учиться друг от друга, but there's nothing wrong with you. Let's say that again. There's nothing wrong with you. You're going to reproduce you. You're going to reproduce you. People like you. People like you. You're going to love you. Понимаете, ты нравишься людям. People like you are going to love you. Люди такие, как ты, будут любить тебя. They're going to want to follow you. They're going to want to follow you. They're going to want to help you. They want to help you. They want to give money, to make you successful in what you're doing. Because they have the same heart. Понимаете? Подобие. See? The more you are comfortable to be yourself, the more successful you will be. Чем больше ты в комфорте от того, кем ты сам являешься, тем более успешным ты можешь стать. Это в семье, это в общине, это в достижении людей. Это все исходит от того, чтобы стать свободным. И для меня самое сложное было любить самого себя, а не других людей. Для меня. Потому что всегда, когда смотрел в свой адрес, я не видел хороших вещей. Я всегда думал о себе плохо и видел плохое. Бог может использовать меня десятью хорошими способами. Но о чем я думаю в три часа утра? О негативном. О падениях. О своих спорах. Когда я был нетерпелив. Иногда я груб, такой жесткий. И я чувствую себя, мне стыдно за самого себя. Опять. И это происходит очень быстро. Кто понимает, что иногда внезапно происходит и вылетает из тебя? Ты сказал что-то, ты подумал что-то, и все, и ты взорвался. А потом весь остаток дня ты проходишь и думаешь, мне плохо. Но когда Бог смотрит на тебя, Он хочет, чтобы ты научился видеть о себе все. Тебе надо научиться любить самого себя. Это не означает принимать то, что неправильно. Но у нас всегда могут быть слабости. Мы имеем шанс упасть еще раз, пока мы живем на этой земле. Знаете, для меня зрелость это не то, что ты перестал ошибаться или падать. Но это то, как научиться разбираться с падениями позитивным образом. Мы просим о прощении, мы исправляемся и двигаемся дальше. Мы просим прощения, мы учимся от этого, мы перестаем так делать, и мы двигаемся дальше. Итак, кто ты такой? Какова твоя культура? Может быть, в ком-то крови намешано, что есть несколько культур. У меня две культуры. У меня Нидерландов культура и Америки. У меня даже два паспорта. Американский и голландский. И эти две культуры — это две части моей идентичности, моей личности. И ты... Следующее у нас обучение. То есть, первая была семья, вторая — культура, потом третья — национальная идентичность. И четвертое — обучение или недостаток обучения. Может быть, и то, и другое. Запишите эти вещи и начните размышлять, кто вы такой на самом деле. Какова была моя семья? Какова была цель у Бога для всего этого? Какие переживания у вас были в жизни? Это все делает... составляет часть того, кем вы являетесь. И я думаю, что если бы мы сели и начали рассказывать о каких-то уникальных историях, которые случались у нас в жизни, что-то особенное, то у каждого есть что сказать, и мы бы провели веселый вечер общения. У нас у каждого есть что-то уникальное в наших переживаниях. Какова ваша личность? Моя личность — я немножечко похож на Дональда Трампа. Иногда я люблю творить проблемки. Это просто часть моей личности. Если вы думаете, что он сумасшедший, он не сумасшедший. Не переживайте. Я словом вам даю, он не сумасшедший. Но ему нравится творить проблемки. Ему нравится расстраивать людей. И когда он говорит что-то, и все расстраиваются. И начинают говорить, да ты не можешь так делать, это неправильно, это неправильно. И он говорит, я просто сделал так. Понимаете? Это часть его сущности, его личности. Понимаете? У нас у каждого отличающаяся личность внутри. Правильно? Когда я проповедую, я проповедую из своей личности, из своей сущности. Когда я был помоложе, я думал, не, 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 мне надо походить на того человека, не, на того человека, или проповедовать как вот тот. Но некоторым нравится моя личность. Некоторым я не нравлюсь. Я вам скажу, что я иногда пастора Олана доводил до злости. Потому что мне нравилось глупости говорить. Right? Поэтому я иногда говорю вещи ему, которые он не любит, не нравятся. Но мне они нравятся. Понимаете, о чем он говорит? И это его раздражало. Всегда ли это были хорошие вещи? Ну, наверное, не всегда. Но я люблю его. И я знаю, что он любит меня. Но у меня моя, моя личность. Ты должен быть самим собой. Понимаете это? И чем более настоящим, чем более реальным ты будешь, тем больше это будет привлекать к тебе людей. Дальше, каковы ваши духовные дары? Какие таланты у вас есть? Кто-то может артистичен, кто-то пишет, у кого-то есть дар механика. Кто-то очень четко анализирует информацию. У вас есть много разных даров. И у вас есть духовные дары. У вас также есть мотивационные дары. И ваши мотивационные дары это то, в чем вы больше всего двигаетесь. У меня есть способность организовывать все в служении, но только на короткие периоды. Понимаете? Я знаю это, и я могу это делать, я знаю это, но после такого проекта я истощен, и у меня нет никакой энергии. Понимаете, о чем говорю? Это дар, дарование, я могу им пользоваться, но это не мой мотивационный дар. Но вот если ты меня попросишь учить людей, когда я закончу, я никогда ни одна рву раза не был уставшим. у меня все еще есть энергия. И я могу говорить, учите, учите. А я все еще говорю, говорю и говорю. У меня много энергии. А моя жена говорит, о боже, в часик хватит, она часик разрешит мне поговорить. Какой ваш мотивационный дар? Что дает вам энергию, когда вы это делаете? И старайтесь максимально дольше по жизни и вообще старайтесь делать то, что является или соответствует вашему мотивационному дару. Даже если это приносит меньше денег. Иногда есть что-то, что вызывает улыбку на вашем лице, когда вы утром просыпаетесь и хотите это делать. Потому что оно соответствует с тем, кто вы есть внутри, с вашей сущностью, с вашим мотивационным даром. Я старался быть пастором для нормальных людей. Было такое дело. Мы начали церковь в пригороде Далласа. Я был вовлечен в служение в Амстердаме очень много лет. И туда приезжают люди с разных стран мира, из Израиля, из других стран. И вы понимаете, о каком квартале мы говорим в Амстердаме, где наркотики, проституция, и там и сумасшедшие приезжали, и многие пришли к Господу. И это было очень хорошим служением. Потом я переехал в Техас. И мы начали церковь. И у нас очень быстро набралось до трехсот человек примерно. И вот снаружи выглядело так, как будто у нас все хорошо идет. Успешно. Меня попросили участвовать в программах ТБМ, записываться каждую неделю. Бесплатно. Выглядело хорошо. Но я ненавидел это. Мне не нравилось это. Это был не я. И люди были слишком нормальные для меня. не, но после проституции и наркотиков мне стало скучно. Люди скучны. Все вокруг было для меня скучным. они хотели приходить по воскресеньям, получать хорошее послание, чтобы ты им предложил это. Но я привык работать с ранеными, со сломанными людьми, с такими, как я был. сломанные люди они голодные люди. А голодные люди они радикальные люди и могут выглядеть сумасшедшими. И мне нравятся именно такие. Но у них нет денег. Да? У них нет ничего, ни ресурсов, ни денег, ничего у таких людей нет. Когда ты таким словом говоришь, Иисус сказал, заботься только о сегодняшнем днем, для них это легко. Это то, как я живу каждый день. Понимаете, о чем я говорю? Завтра? Что такое завтра? Аллилуйя. Достигай правильных людей. Это правда. И однажды Бог сказал, остановись и перестань учить людей. Когда-нибудь Бог вам говорил что-то, чего вы не понимали? Right? Has Jesus ever said to you, Yeshua, eat my arm, drink my blood? Here. Would you take a bite from my finger today, please? Just bite your jaw. Here you go, clearly, it's gone. Right? Sometimes he says something we don't understand. It confuses us. It confuses us. Sometimes we have circumstances that confuse us. Here's what I'm saying to you. God is always wanting to take you to some place better. But to take you there, you have to go through the cross. You have to let go. You have to die. And trust. You understand? And it's difficult and it's difficult and it's tough. You feel without control. It's secure. You feel that you're not in control of what is happening. You're not in security. But what is he doing? He's taking you to some place better. But what is he But what is he doing? He trying to you to to you to you place? He said, if you want to find your life, you have to lose it first. Ишуа сказал, хочешь найти свою жизнь, ты должен ее сначала потерять. Хотите найти свою жизнь? Хотите себя найти? Вы должны отпустить. И следовать за Ним. Не быть в контроле всего больше. Вы можете жить очень безопасную жизнь, но она будет очень маленькая. Но вы можете отпустить и иметь много. Знаете, когда Бог начал меня все больше и больше использовать в проповедях, я приходил, и Он давал мне, что говорить. Но я был научен, что чтобы дать хорошее послание часовое, тебе надо подготовиться в течение десяти часов и молиться. А знаете, что я делал, когда Бог говорил мне? Я такой, я не буду это говорить. Я десять часов потратил подготовить это послание. Я пахал для этого, чтобы результат этот был. Я буду контролировать процесс и буду говорить то, что подготовил. Так, следующий пункт. Я делал это годами. Годами. Нет, Господь, не буду этого делать. Бог очень терпеливый. Да, да, Он очень терпеливый, Он благ. И Бог сказал, хватит учить людей. Остановись. Ну, вот этих скучных, поняли? Он говорит, они не хотят учить тому, что ты им даешь. Они хотят представления. И я не знал, что мне делать. Бог не сказал мне. И как это выглядит? Вот я пришел в церковь, встал вот так. И что же мне говорить? Не буду я вас учить. Я вообще не знал, что мне делать. Но я осознавал, что происходило. Бог хотел, чтобы я потерял или отпустил эту церковь. Отпустил ее. Бог говорил, у меня есть что-то лучшее для тебя. There's a lot of crazy people on the streets in Ventura, California. I'm taking you there. There's еще сумасшедшие на улицах Калифорнии. Я тебя туда перебеду. You're going to love it. И тебе это понравится. But I didn't know that yet. Но я тогда этого не знал. Еще. So, one day I gave my famous spiritual pig sermon. No, pig. Spiritual pig. И однажды я дал свое супердуховное свинское послание. So, I came in on Sunday. Time to preach. And I walked up to the pulpit. Hundreds of people sitting there. And I said, most of you are spiritual pigs. И я сказал, большинство из вас духовные свиньи. You come in here every Sunday. Вы приходите сюда каждое воскресенье. This is what I did really. And you say, feed me, pastor. И вы говорите, покорми меня, пастырь. And you get your spiritual fork and your spiritual knife. И достаете свои духовные вилочки и ножички. И кушаете чуть-чуть. И потом идете и хрюкаете. Поймите, это были техасцы. Они стали очень злыми. А они вставали на своих местах и кричать начинали на меня. И мой двухлетний или трехлетний сын выскочил на сцену защитить меня возле кафедры. Потому что они хотели выбросить меня вообще. И с этого дня многие перестали следовать за мной. И то, что Господь делал, Он учил меня чему-то. Сделал ли я все там идеально правильно? Я не знаю. Maybe one day I'll go and Jesus will say, I love the spiritual picture. He'll say, that was your best. Maybe not. Maybe there was another way you could do this. Maybe there was another way you could do this. I don't know. Life is too short. But what God did was He showed me this is not who you are. And then He took me to the place where there were lots of broken people. И Он перевел меня в то место, где много было сломанных людей. И они ничего не знали о Библии. Они никогда не посещали церковь в жизни. Но они были голодны. Они хотели Христа. Они хотели жизни. Они хотели кого-то, кто бы помог им. Они хотели ободрение. И они были смирены. И ты мог учить их. И ты видел, как они изменялись. Их жизни поменялись. Их семьи поменялись. Общества, общины, которые жили там, сообщества поменялись. Я жил в ужасном сообществе. И та область, в которой я жил, настолько поменялась, что у меня благодарственное есть письмо от правительства Соединенных Штатов. Как вот я вчера табличку поменял. Получил от вас табличку, так и от правительства Америки, что мы сильно повлияли на изменения в этом сообществе. И люди с бизнесом, после того, как я перестал быть пастырем, люди с бизнесом начали приходить ко мне. И они говорили, если ты когда-нибудь снова захочешь стать пастырем, скажи нам. Потому что мы хотим покупать дома. Потому что цены на недвижимость росли. Вот в той области начали расти цены на недвижимость, потому что до этого никто не покупал, там опасно было. А сейчас там все застроено. И дома были дешевые. А сейчас цена поднялась, и можно заработать кучу денег. Сообщество там поменялось. Бог не хочет, чтобы ты достиг одного или двоих. Он хочет, чтобы ты вкладывал и менял мир. Но ты можешь, послушайте, вы можете повлиять на таких людей, которые подобны вам. Поняли? Это не означает, что вы не сможете достичь кого-то другого. Но какова ваша миссия? Для чего тебя Бог создал? Где бы ты был лучше всего уместен, если бы другой никто не смог бы сделать? Что было бы самое лучшее? Был один мафиозик. Да, преступник. Ну и он в мафии интернациональной. На телевизоре светился в Штатах. И даже десять программ часовых записали про этого человека. И он живет там, где я живу. И Бог сказал мне написать ему письмо. И Бог сказал мне, напиши вот, что произойдет с твоей жизнью. И потом дай ему бутылочку вина. И принеси это к Рождеству. Потому что вино — символ Нового Завета. Объясни ему это. Готовься умереть, скажем. Готовься потерять все. Готовься потерять все. И после того, как ты потеряешь все, как виноград, с тебя выжмут все. Когда ты потеряешь все, тогда родится новая жизнь. Я сделал это ему на Рождество. И Бог сказал написать ему Исайя 40-ю главу. О том, как силен этот мир, какова сила здесь есть. И величие, как все боятся, кто служит кому. И один день. Помните, как написано вот все, все это величие, а потом ветер придет, и нет никого. Не бойтесь земной силы. Не бойтесь тех, кто завязан с преступностью гангстеров, жестоких людей. Может быть, он тот, кого Бог будет использовать. Может быть, он вот тот радикальный. Может, Бог его призовет. Понимаете? И все, что я написал, что с его жизнью произойдет, произошло в течение трех недель. И недавно смотрел, читал его интервью в интернациональном журнале. Он больше уже не связан с преступностью. Делает что-то хорошее. И в интервью задавали вопрос, что с тобой случилось? Почему ты поменялся? Он сказал, я получил откровение. В Коринфе Павел в Коринфе нам говорит, что мир будет приходить к вам, и вы будете говорить тайный сердец. И они будут говорить, Бог с тобой. Понимаете, о чем говорю? Мы не просто призваны молиться друг за друга и говорить друг другу, что Бог будет делать. Но то, что мы имеем, будет менять этот мир. Вот, что вы призваны делать. вы можете начать говорить людям в этом мире, что будет происходить, и это начнет происходить. И это поменяет их жизни. У вас есть эта сила. У вас есть эта власть. У вас есть это призвание. Поэтому давайте помолимся. Есть очень много, о чем можно говорить. Самый большой дар, который Бог дал мне, был наслаждаться самим собой. Я летел однажды на самолете и сам себе шутку рассказывал. И я стал ухмыляться. И я начал думать, пора остановиться. Потому что люди могут подумать, что я с ума сошел. Но я хочу сказать вам, я люблю самого себя сейчас. Вы должны понимать, я ненавидел себя. Я ненавидел себя. Я был самым ничтожным и так думал о себе, что я вообще ничего не стоил. И я научился расслабляться. И осознавая, что а я Богу нравлюсь. Он не просто любит меня, я Ему еще и нравлюсь. Он со мной. Я могу быть несовершенным до тех пор, пока не попаду на небеса. Да, я буду учиться, мне надо расти. Но я могу также и расслабиться об этом. Бог хочет использовать тебя сейчас. Не однажды. Не тогда, когда вы будете о себе думать, что вы станете вот столько духовными. Он хочет делать особенные вещи с тобой. Потому что он любит людей. У него нет никого, есть ты. Нет кто-то другой, есть ты. Есть ты, и только ты можешь достичь кого-то, каких-то людей. И Бог хочет это делать. Поэтому позвольте мне молиться за вас, чтобы вы были свободны. Отец во имя Иисусуа. Я молюсь о Твоей свежести, о Твоей свободе, о Твоей благодати. И молюсь особенно за пастырей, чтобы они нашли свое призвание, свое служение и свою идентичность в этом служении. Кто они такие? Боже, и приведи в их жизни тех, с кем они могли бы работать, кто имеет сердце такое же, как у них, Боже. Люди с самыми большими проблемами могут стать самыми лучшими друзьями. Поэтому пусть Господь вас благословит самыми лучшими друзьями, людьми, которые будут любить вас по-настоящему, которые будут с вами рядом, когда у вас будет нужда. И у нас всех есть нужда по этому. Мы все имеем нужду, чтобы нас кто-то любил. Поэтому пусть Господь вас вы свободны от любви, которую вы чувствуете. Поэтому пусть Бог высвободит вас от всякого чувства вины, которое у вас было. От всякого чувства стыда, которое враг вам дал. Боже, чтобы вы поняли, что вы уникально возлюблены. И, Боже, как ты избрал использовать меня, когда я был все еще молод и сломлен. И я вижу эту сломленность в этой стране. И я вижу также призвание в этой стране. Боже, и пусть из этой сломленности, из всей этой боли, из всех этих страданий, Боже, подними свой великий народ, чтобы они принесли исцеление для тех, кто думает, что они имеют все, но на самом деле они внутри пусты и мертвы и ранены. Боже, и чтобы от Тебя вышел этот свет и жизнь и надежда чтобы все многие в западных странах как Иисус говорил, что они имеют так много, но так бедны на самом деле. Поэтому не смотрите на себя как более меньшую нацию из-за материальных благ. Это иллюзия. Это иллюзия. Бог сделал вас богатыми в духовных вещах. И вы должны начать смотреть на себя как на тех, кому есть чем поделиться, что у вас есть великое, что поделиться. Вы должны поменять образ своего мышления. Вы должны посылать группы, команды на Запад служить. И начать провозглашать смело ту жизнь, которую Бог дал вам, потому что на Западе есть огромный голод по этому. Поэтому пусть Бог благословит вас. Аминь. Спасибо, что позволили поделиться с вами этим. Делиться с вами этим. Делиться с вами этим. Делиться с вами этим. Спасибо.